Привет, друг, кто на канале Смотри Её Чистого Миша Егор. И сегодня будем смотреть за персональным игроком, который будет играть на кире Сардаря. Сардара крайне редко видим, тем не менее очень интересный пик на кире. Очень крутой фарминг с постовым мом. Баш, напоминает, даёт увеличенный урод по крепам. То есть покупаешь мом и уже приспокойно качаешь дрель, достаточно быстро спушивает линию, неплохо в рошинге. Ну и, что интересно, есть опция с бесконечным башем. Достаточно мом и двух маншардов, чтобы держать противника в бесконечном контроле. На примере этого игрока научимся играть на кире Сардаря в 7.30 от запачи. Но если позволите после небольшой паузы. Ну что, уже успел пройти катакомбы в новом батл пассе? Не беда, ведь у Эпик Лут есть свои катакомбы. Трежер Хантер, временный, бесплатный для всех режим. Помоги Кункевичу дойти до закровищ. За 4 хп и за утаих айповые шмотки. Сделанные тобой шаги сохраняются. За них можно зафармить мега рундуки, где лежат уровни БП и другие шмотки. Кстати, хп кунки можно восполнить раз в час. Наши зрители получают батл пасс хелпер бесплатно, а не за 300 рублей. Пройди в 60 квестов, получи все главные награды этого БП. А за каждые 15 уровней случайную аркану или 40 уровней БП в доте. Ссылка на все это добро будет лежать в закрепленном комментарии. Так же как и промокод УЧИХА на 15% к балансу и на дополнительный пузырек с хп в катакомбах. Да, всем привет. Это далеко не первая его игра на Кире Свардаре. Она от его героя спамит. Вот, на первую позицию. И довольно успешно у него это получается. Так что, я так полагаю, антити по-любому что-нибудь такое замутит. Какую-нибудь стратку со Свардаром их сигнатурную. Что они любят очень вот такими вот необычными вещами удивлять. Мне кажется, что в теории там шансы огромные. Я не знаю, что он не знаю, какого-нибудь там всяким-нибудь визажом, может, условно, что-то придумают. Вот, так что ждем на Инте. Не так долго осталось. И билд у него довольно интересен на этом Свардарчике. Вот такие артефакты на самом деле неожиданные. В общем, пока что спойлерить не буду. Сами все увидите. Ления не самая простая. Опять же, прямо без супер-игрыша с имбовой. Как-нибудь довольно сложно линии стоять. Опять же, Свардар, он, в принципе, лейнер неплохой. Так что посмотрим. Может быть, все будет нормально. Ну и плюс пятерка ЦМК тоже. Думаю, кто наши последние ролики все смотрит, заметили, как мы часто в ЦМК последнее время говорим. Потому что в каждом реплее, если есть ЦМК в игре, то у нее счет 0.15. Непонятно почему. Тут, кстати, ранки просто безумно большие. Просто посмотрите, тут столько проигроков. И причем половина игроков из Entity. Тут и Storm Stormer на Арквардене, Каталомен на Шейкере. Также Pure, да, на Свардаре. И Fishman. То есть четыре игрока команды Entity просто в одной игре. Fishman на Дизрапторе. Ори из IG на Баланаре. Не знаю, как он тут оказался. Вроде Юго-Восточная Азия должна быть, хоть я не уверен. Nothing to say из LGD. Ну и напрямую беседу же про игрок. Так что будет очень интересная каточка. Причем Свардар не так плохо против Беста выглядят. Есть Bash, есть Стан. Причем Стан по области. Что не маловажно на ком-нибудь Рейс Скинке пока Стан. Ее знаешь, пока эта анимация поворота проходит. Там уже минус пол лица. На Свардаре спиной можно езануть без проблем. Их как бы я ПТ-шка. Дата фези все по главной на Свардаре брали. Сейчас же все играют с ПТ-шкой. Никто не выбирает. И чаще всего Виндлэйс покупают. Посмотрим, будет ли здесь брать Виндлэйс. Рейс Скинке, кстати, круто на Свардаре подвезет. Брейсер при этом тоже круто. Будь 100% Момчик. Даже вот не знаю, какой может быть артефакт круче, чем Мом на Кире Свардаре. Потому что, опять же, даже в оффлейн очень-очень любят купить Мом. Особенно жадные оффлайнеры. Ну, точнее, я имею в виду игроки жадные, которые любят играть жадно на оффлайне. Вот Мом прям очень крутой артефакт для Свардара. Ты спокойно лес качаешь. Ты можешь очень рано эншетов начать фармить. Благодаря этому Мому, благодаря ультимейту. Также башки тоже довольно хорошо помогают лесок качать. Вот, гораздо проще башки набивать с этим Момчиком. И просто вот, даже вот если вспомнить, как на оффлайне играют, просто берут Мом и качают лес, пока не купят даггера. Благодаря этому Момчику даггер можно очень быстро получить. И также этот Мом хорошо помогает камбэкать. Если у тебя все плохо, масочку купил леса, ушел, камбэк вот с паташкой. Так, заберем нападение. Стан был, не получилось, к сожалению, дать по поединке. Ну, нормально, хотел я сказать. Но, да, все-таки нормально. Каким-то чудом выжил. Дезераптора, правда, не убили. Прямо убийство тоже, судя по всему, уйдет. Но хотя бы дезераптора убили. Фишман. Дезераптор, четверка. Дезерич. Вторую фаску он подпулит уже. И сейчас сверху танго. Нормально, что? Он очень хорошо эту линию поставил. У него в два раза больше крипов, чем у Прямо убийста. Хотя, блин, опять же, вот Прямо убийство. Один из самых сильных героев на офейн из-за того, что у него тычка. Даже топор на нем не покупается, потому что тычка огромная, под 80. Можно всех крипов донять, плюс моделька огромная. Можно, ну, обузить эту модельку, вставать в крипа и по тебе враги просто нажать. Ну, по крипу противники просто нажать не смогут. Потому что моделька мешает. Так, кстати. Прямо убийство очень хорошо нажал. Но дэм уже все равно не хватило. Чушь хп не уменьшается у Прямо убийства. А, там не кольчуга. 11 брони у него нежданно, негаданно. Опачки. Катаоми. Извините. Неожиданно. Сместился на шейкере. У Слэдера был баш набит заранее. Тушу и нормально. Они еще подловили такой момент, когда не оказалось на линии дизераптора. Это круто было. Купил себе капли. Капли в этой игре смотрятся хорошо. Играет против Витспирита, который может в любой момент перетянуться. Играет против Прямо Беста, который может его заберстить. Так что вот эти капли в этой игре смотрятся очень круто. На всякий пожарный. И кстати, смотри. Ресурсы не полные. Половина хп у него. Но при этом момчик с квадрстава начинает покупать. Это прикольно. Опять же, вот этот квадрстав очень сильно уважаем. Постоянно говорим об этом в ролике. Что порой квадрстав купить намного выгоднее, нежели чем вот эту морбид маску. Тем более сейчас еще эта морбид маска занерфлена по крипам. С крипов ты вампиришься 9% с героев 18. А квадрстав тебе дает 10 скорости атаки и 10 урона. И вот, например, если у тебя фу хп. Ну и ты в лесу не проседаешь, то можно... Нужное, подожди, начиная с квадрстава. Особенно на каком-нибудь там снайпере, например. Здесь и даже не с полным хп он этот квадрстав купил. Довольно показательный момент. Мобилизм сейчас по крипам слабее работает. Кажется, еще одна из причин. Бедолага, на месте. Линия не стал, кстати, тянуть в свою сторону. Хотя мог бы без проблем. Нет, все-таки утягивает постепенно. Непис, судя по всему, лесок сейчас будет качать. Ну, вообще, на свардар не подпускает. Кто-то подходит бисера, уже в него летит ультимейт. Свардар. Мистер сбежал, собрался, может. Отменил. Центр правда застелила. Третье килограмм с СМК. Это мне нужно. На линии, конечно, уничтожили. Зато не будет 0,15 СМК. Будет 3,15. Боже, неплохо. Так, кстати, самочка-то еще героя нашла. Свардар быстро бегает по воде, но он... Другой маршрут выбрал. Для этого по водичке побежит. Мне, кстати, казалось, что этим блин сам дистераптор себе смертный приговор подписал. Нет, по итогу смог сбежать. Подлетает мам. Интересно, сыграет ли сразу в древних или сначала на линию вернется? Сначала на линию. 1200 хп? 1400 с пт-шкой на силу. Запроказ без ста никак не отлетит. А тут вижу на без ста или он так читает? Читает. Почувствовал прям секунду-секунду. Есть у него мамочек. Настакали тут еще и небольшой кемп. С мамочком, в принципе, будет гораздо проще его зафармить. Ну, еще обязательно тычки распределяю так, чтобы тычка с башом уходила в какого-нибудь жирного крипа. Ну, не лоу-хп-шного. Но, кстати, все равно проседает. Урсы так-то больно наваливают. Особенно под молом. Там минус 8, да, минус армора. Сколько можно, да, 8 армора снижать? Упс. Немного станом промазал. Но, по-10, все равно убьет, если правило без ста никто не поможет. Потому что, опять же, под моломчиком скорость атаки очень бодренькая. А, ну, слушай, смотри, какой убийств быстрый оказался на жинал. Ну, даже на писте бьет такой дефолтный максимальный фейз и виндвейс, поэтому... Поэтому он и смог уйти в этой ситуации. Большой очень успит. Свардарчик даже под первым не догоняет. Аркварден, выигравший митовый спирит, как себе такое. Еще и у насингтусейновый спирит. Прикольно. Мне казалось, абсолютно безнадежный лайн для арков. Трезереных носка. Мидас дома у них, кстати. Сотри, что ценка выбирает. Почти выбиваю спирит. Ну, кстати, вы лишь две смерти за 12 минут на ценке. Давно мы так мало не видели. Блин, свардара так круто меняли. Даже вот не верюся, почему он так в метре не вошел. Куча изменений же, по сути, мы сделали. Первый скил поменяли, прикольно. Огоним чуть апнули. Второй поменяли, третий поменяли. И везде бафы. Что-то в мета так и не ворвался свардара. Возможно, скрытым бомбом. Возможно, на Инте обнаружим сладо в каждой игре. Важный момент еще, что ультимейт теперь создает свободный след. То есть только изменить связанных с водой. А воды на карте оказалось бы мало. Напоминаю, что... От ультимейта вода остается. Сбежать с тардаринда бывает очень тяжело. И со второго скилла тоже свободный след создает. Руковод с аганимом... Пруд становится, ну, покрупнее. Ну, короче. Вот, видите, он сейчас второй нажал, и там такой прудик небольшой. С аганимом пруд гораздо больше. И первый скилл теперь в воде дает тебе воссоение здоровья и броню. Блин, звучит вообще охренительно. Если вы прикиньте, ну, пруд это считается за воду. Очевидно. То есть он там нажимает станчик. И все, и у него, можно сказать, есть в этом... В радиусе этого станут в водах. И в этой воде он получает апеллиген, броню. Можно ведь купить еще аганим. Плюс в тардаринах хороший. Только вот непонятно на какую роль, на Кире? Или на оффлайн? Мне кажется, это да, это да. Пожалуйста, скальписта. Семь когда-то его встречает. Башик набит. Всегда баш. Три тычки набивают перед тем, как... Что-то делать на карте. Ну, все, чем собирать пациенты, очередной килл. Опа. И он не стал отменить телепорт. Интересно вышел. Влево. Он даже сам не верил, по-моему, на Свардаре. Что не отменит телепорт. Еще и пить у него фишмэн нажал. Хе-хе-хе. Тролит тиммейта своего. 550 мувспида, нормально. В водичке. Раскач 3-й, 3-1. Потому что эффективность киллпоинта 2-го скилла, по-моему, никчемная. В последний раз, когда я смотрел. Длительность оглушения не меняется. Там одна секунда, видите. То есть, мне кажется, если бы длительность оглушения менялась, то в этот скилл, возможно, качали. А так... Не знаю. Первый скилл гораздо круче. Что ты всегда бегаешь с мамочком, фармишь. Зачем тебе... Ну, Макси, этот второй скилл, когда он дает... Замедление передвижения, замедление атаки. Длительность замедления. Длительность пруда. Какая-то хрень, короче. Первый скилл покруче, мне кажется. Ну, на кире сто процентов. На любой роли. Ну, на фоне, да. Все-таки бортящие... Даже иногда Макси первый. Оставляя третий в один или в два. Вот опять же, если с прокачкой длительность оглушения менялась, все бы было по-другому. Ой, смотри, не стал мучаться с вами был. У этих двух героев. Потому что... Дезераптор тогда бы очень крутую поляну накрыл. Красиво сыграно. Мне кажется, вот... Многие бы просто в тупую побежали в этих двух героев. Вроде смотришь... Ммм... Так вкусно выглядит. Шейкер там двоих. Эхо-сам нажал. На нет. Выбрал цель попроще. Поэтому не дал ультимейт нажать Дезераптору. Хороший-хороший. Просто отзонил его. Так, ну, кстати, фрики увидим, а да, на боте? Прямо убийств, ничего не подозревают. Блин, против листа, так-то реально крутой герой был. Он же вообще уничтожил. По игре. Еще момент важный. Он когда на топ-тп шнулся. Оставил фарм Шейкеру. Шейкеру. Четверки, тени четверки. Даже первая позиция зачастую в арм уступает. Потому что герой без калинка не играет. Что тот, что другой. 05 у него счет на бесте. Настолько его с вардар загнобил. А как думаешь, будь коллапс на бесте? Играю на счету и клести. Не знаю. Ну блин, там на бесте игрок сильный. Разбольшой. Только не могу понять, кто это из минусов. Забыл. Безераптор еще не самый сильный лайн-саппорт. Ему, конечно, лайн-хапли много раз. Но все еще, как будто бы, недостаточно, да? Ну да, в такой аси. Все, есть у него БКБшечка. Купил себе телепорт перед тем, как заказывать. Нейтралка очень приятная. Пока ночь. Сталкер работает. Подраться, конечно, хочется. Но в идеале, чтобы БКБшка подлетела. Очень аккуратно позиция держит. О, еще и шейкер отзывал. Ну, кстати, непонятно, что его ли в этой, ну, такую фиссуру нажмите. Потому что БКБ-то подлетела с вардаром. Он подраться очень сильно хочет. Сейчас БКБшка сейчас уничтожит всех. В этот раз дезераптор ничего сделать не может. Петю не нажмет. И глимпс. Нормас, нормас. Реализация БКБ. Минус 2. Солянова. И талант на 10-м, кстати, взял себя на перезарядку Гвардин Спирит. У тебя теперь первый скил практически без КД. Сейчас проверю. По-моему, там почти без КД должна быть. Там окошко есть небольшое. 4 секунды. 4 секунды. А, вот длительность 10. Это учитывая талант, да? А когда 4 секунды? Да, 4 секунды. О, 4 секунды. Окошко. Опять же, 0-2 оглушение. Это выглядит как какая-то шутка. 0-2. Это что? Такие цифры сейчас существуют. Со 2-го скилла это 0-2. О, это какой-то бред. Вот всегда бегать на первом скилле гораздо приятнее звучит. О, пачку. О, подлиннее был Спирита. Успел стан нажать, благодаря этому он не успел здесь кипиться на Витспирите. Очередное убийство для Свардара. Уууу, ему не тралка выпала богатырская. А, шоем с нейтралка? Даггеров, Фритсуу, Христууу. 15 скорости атаки, 40 урона при нажатии. Да, прям то, что надо. И как раз, кстати, Рошан. Но с Кикселером летом не сравнится. Вот можно. Это же очень крутая тяга. Кикселером лета в игре нету, так что. Топ-1. Выбор без выбора нынче. На самом деле в Амбре с наловкость. Некоторые предпочитают. Вот, блин, реально вот, чисто, очень похоже на плейстайл-энтити. Они любят играть вот таким чем-нибудь темповым. Свардар, Керри, он идеально для темпа-герой. Ты уничтожишь линию, ты заберешь рано Рошана. И счет жизни, она правильно. Пушить только ты не можешь. Если минус, но всегда можно реально добрать какого-нибудь пушащего героя, визаж или шрак. Дпшка. Это же Аркварден, как в трекере, играет вполне себе. Ну, Аркварден не такой метовый, но да, в принципе. Линя какая-нибудь. Ты играл в этом патче против Арквардена? Если герой 25 аппы, то... Играть вообще невозможно. Редко играю, очень редко против Арквардена. На пятнадцатом-то он взял 325 здоровья. ХП-шек на Свардаре не хватает, у него приносил, по-моему, не были. У тебя 36 нормальный приносил, но хп-шек мало. Для силовика у него 1900 хп, учитывая, что у него БКБ-шка есть. Маловато, да? А325 здоровья довольно большое число. Он его взял. Ты ты пил, кстати, последний раз, когда мы с Нардаром смотрели за талант на баш. Ты меня с кем-то путаешь? Нет. Сидел, ты пил за талант на баш. Ты ухимика? На 50 урона, это раз в 4 удара. Это меньше 15 дамеджа. Это вообще хрень. Единственное, что да, ты заходишь в файт обычно с заряженным башем. Так что, чуть-чуть больше, все-таки, чем раз в 4 удара. Если ты бьешь, ты собираешься строить через 2 мундшарда каких-нибудь или просто раннего мундшарда. В теории так-то можно задуматься, но, блин, реально... Да даже с тумя мундшардами. Ты видел видео очень... Медлительный убийца с крайне неэффективным оружием. Нет. Там убийца с ложкой был. Даже на Сардаре, чем меньше урона, когда у тебя 2 мундшарда, тем лучше. Насти гражданского героя ультимейт не нашел? Нажал правую кнопку мыши? Е-е-е, не судя, чтобы мы сейчас... А. И так хватило дамы. Аптечи. Бринвакс учился, думаю, что он уже арчит купил. И он ему сейчас подлетает в кури. Как тебе арчит, кстати? Вот она часто покупает. Но в каждой игре арчит берет. Вообще шикарно. Ну да. Вот в этой игре прям бомба. Вот спирит и ненавидят против арчита играть. И его они... Ой, как не любят покупать. Ой, ты же прям облезли. Леон из из раптора. И войды даже не любят. Ну, вообще, в этот спирит любит. Эмбер спирит больше не любит. Вот спирит, ага. Комбинить можно под первую. Очень круто. Так что, в принципе... В принципе, нормально. Паки не особо любят. Паки любят вич-бойт какой-нибудь заражить. На самом деле, Йоула на кури никогда нет желания покупать. Практически никогда. 10 дэмэджа. Ну да. Питал вака. Ну, э, к этому он очень жесткий на шейкере. У него даже, блин, видишь, смайлики. Хе-хе. Шейкер. Фибай шард, кстати. Шардом есть фишечка небольшая. Если взять на 10 талантный урон с второго скила, то пачка улетает лейновая за 1 краш. Ну и шард очень крутой на Свардаре. Напоминаю, что ты нажимаешь стан, и все в радиусе получают ультимейт. Вот так вот, например, ворвался в 3. Застанил. Все, висит твой ультимейт. И это еще и против инвизи может круто работать. Рикич какой-нибудь. В инвизи бегает, у тебя до 100 нету. Ты такой чикс. Застанил, попал. И все, вернее. Вроде 2 скилла увеличивается. Ценит. Да, да, да. Есть вновь тоже. На второй работает, что очень приятно. А, кстати, я понял, с каким героем я перепутал. Или же. Да, я помнишь, мы записывали акса? И я думал, что когда ты с аганимом нажимаешь агр на аксе, горелка действует меньше. Угу. И это перепутать с каким героем я тебе. И только сейчас понял, каким перепутал. Это сварбарит. В принципе, очень многие герои, которые ты знаешь, какой-то скилл по области. У них этот скилл длится. Мало. Ой, бедолага. И баш-то ряженый орчит есть. Вот единственный минус. Единственный минус вот этого фармплана. Через шар, через талант 20-го. Что маны по нулям. На него цель как в команде. Он купил орчит. Так что более-менее по мане. А, погоди, ты помнишь, сейчас произошло. Ори, нажал паузу. Насенький тусе. Да, я поэтому и заткнулся в один момент. Вот это, кстати, рано шок. Ори, это китайский тоже игрок. Который не смог на Инт отобраться в этом году. И он ставит паузу. Ого. Китайцы вообще редко паузы ставят. Вот такие. Ну, вы, Ори, вообще он такой очень импульсивный пацанчик. Это он в финале мажора против ЕГЭ. Я бы вопросик в чат писал. Когда выиграл. Ну, блин, бред же какой-то, нет? Причем на Европе мы вообще никакого внимания не уделили. Но пауза и пауза. Че, первый раз, что ли? Ну, кстати, опять же, это Юго-Восточная Азия. Как там с Юго-Восточно-Азиатскими игроками. Жить по Юго-Восточной Азиатскими игроками. Азиатскими игроками. Тут так принято, в принципе. Придумал, кстати, с шардом в пользу аганима. Шард халявный со второго рошана будет. Который вот вот рестница. Минималка через 14 секунд вылетает. Единственная аганимка, будто он не для Кирис Лордара, да? Ну, по крайней мере, не так рано. У него аплера. А я вот, кстати, не помню, как именно его аплера. Кстати, тут регион описано все Азии. Ну, Юго-Восточная. Слушай, не ты прав. Что-то у него бренвак случилось. Ну, дай. Вы же что я скажу. Кстати, у меня нетралка. Нетралка хорошая. Правда, немного хреново, что у него орчит, есть по этому металку. Ну, нормально. Итак, пойдет. Скорость атак есть. Кстати, европейский сервер рано утром в Москве. Он, в принципе, похож немного на Юго-Восточную Азию. Всегда да хочет побутешествовать. Такой есть бюджетный вариант. В двадцатом талант зона снижение брони от Гросси Хейс. Не стал тут под шарт брать себе талант на второй. Ну, он даже не знаю, как-то. Всегда больше симпатизирован на снижение брони талант. Хотя, блин, ну, ваще раз пачку это еще гайф. Ну, да, это звучит прикольно. На самом деле, на самом деле, под шарт. Который плохо бьет крипов. Тройка с Вардар как мы-нибудь честнят. Без мамчика, без ПТ-шки, какой-нибудь бомжик. Который танчит. Либо контроль светают. Еще важный момент, что у него нет проблем с манем. Часто видите стартеру, у которого нет проблем с манем. Ну, это и гонял Сэмка в команде. На самом деле, мы с манем, мне кажется, нужно быть у героя. Но Орд орчит. Важный момент. А, и орчит, точно. Орисация шарда сразу же. Но это нейтралка поломанная. Кстати, не самая удачная охрана, как помню. Он убьет только шейкера. И умрет за это. На бозе. Просыгрызал, инвиз. Как ты и говорил. Такой вот единственный минус это 5 секунд длительность с шардом. А так вообще бомба шард. Особенно на хардом с лардачки. Вообще обожаю. У меня вопрос к зрителям. Если она смотрит, я учусь подругли стрим с Карима. Вы будете смотреть? Что? Это почему я с Карима? Мне захотелось с Карима поиграть. Откуда я с лардар прыгнул по двум героям? Что с Карим резко вспомнился. Захотелось с Карима поиграть. Но ассоциация не всегда странно работает. Он не виноват. Какой же зикарь на шейкере? Да. Вот он так же на доклавах играл. Круто. На шейкере. Моя реализация аганима. Более капец у него когда 14-11-18 и что он убил до фонтани. Пять у нее дают, чтобы ему рампашку дали. ну блин, на войде. Ничего тебе стоит. Нелли, наверное, вы заберите хотя бы выкупить. За, 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 за живой был эмо. А, подожди. Я вообще все в этой игре вопросик в чат писал эмо, который в этой игре на войде играет. она на ставкер играет ури. А ури он играет где ури вичи играет по-моему. Бай капец такой хреновый руку. Нормально, я тоже думал, что это ури тогда возможно паузу он нажимал чтобы эмо подпозлить. Не знаю. короче, вообще все нахуй. Еще проверил, точно мы вичи сейчас играли. Не помню, честно. А, бластер он играет вич. Прямо сейчас играл вич раньше. Ну и всем огромное спасибо за просмотр. Если видео понравилось, то обязательно ставьте лайки и мир вам.